Приветствую вас, дорогие друзья! Я смотрю, вам очень понравился обзор по швейцарскому франку. Обе цели отработались, и это значит, что мы с вами смотрим в правильном направлении. Конечно же, помог фундаментал и намерение Федеральной резервной системы на смягчение денежно-кредитной политики, но тем не менее, кто-то уже знал о том, что это будет происходить и накапливал свою позицию. Тем не менее, несмотря на большой успех этой сделки, я вам хочу сказать, что не торгуйте мое видение рынка, либо же видение рынка других трейдеров и аналитиков. Пока вы не сформируете свое собственное, вы, к сожалению, будете терять деньги на рынке. Итак, сегодня на повестке дня у нас фьючерс на канадский доллар и тот же швейцарский франк. Вот смотрите, какая ситуация произошла по швейцарскому франку на данный момент. Вот здесь зеленый HFT объем мы видим с перевесом 88%. Это уже на максимумах был выход из позиции. Тем не менее, цена не развернулась, она пошла еще выше и немножко начиналось корректироваться, после чего образовался большой еще в те объем с перевесом 93%, total volume 435 контрактов. То есть, соответственно, здесь кто-то по маркету, кто-то ударил по рынку и лимитный покупатель принял этот объем. И дальше, что мы видим? Посмотрите на дельту, как сильно она начала идти на продажу. То есть, большой дисбаланс, цена практически не двигалась вниз, тем не менее, желающих продать дорого было достаточно много. И кто-то, лимитный покупатель, он принимал весь этот объем. Зачем? Потому что все прекрасно понимают, что здесь очень много продавцов, здесь прошли объемы. И, конечно же, продать по такой цене очень интересно. Но, тем не менее, кто-то принял этот объем, после чего цена начала резко идти вверх. И здесь очень много стоп-ордеров. Я просто, когда торгую, еще анализирую свое психологическое состояние. Здесь я очень хотел продать. Но, тем не менее, понимая это, я это фиксирую и, соответственно, захожу не на продажу, а на покупку. То есть, здесь понятно было, что цена пойдет дальше и начнется срабатывание стоп-ордеров. Это мы видим по количественной дельте. Вот смотрите, она стояла в балансе. И здесь, вот на этом движении, уже начался рост количественной дельте. То есть, большое количество покупок было уже связано с тем, что срабатывали стоп-ордера. После этого, сейчас в данной ситуации мы понимаем, что стоп-ордера сработали. Смотрите на открытый интерес. То есть, он упал. Соответственно, действительно, большинство игроков, которые там заходили, пытались здесь шортить, они вышли на это движение. То есть, ну, скажем так, большинство, ну, не умных денег, а, ну, как их называют, толпа, да. Вот. И здесь уже больше преимущества для нас зайти в короткую позицию. Но, тем не менее, если мы понимаем, что доллар сейчас, он идет вниз, он ослабевает. И, соответственно, это уже фундаментальный фактор, который мы должны учитывать. И для того, чтобы, кто хочет максимально застраховать свою позицию, Сейчас мы рассмотрим дальше фьючерс на канадский доллар. То есть, здесь ситуация немного иная. Посмотрите. Здесь так же самое. Цена пошла вверх. Здесь уровень. И достаточно много продавцов зашли от уровня. Затем появилась, видите, продажная дельта. Тоже такая же сильная, как по швейцарскому франку. Но, тем не менее. В чем же отличие? То, что, смотрите. Сегодня мы видим, открытый интерес вырос. Вот, открытый интерес был вчера, да, там, в пятницу. 121 570 контрактов, сейчас 126 900. То есть, соответственно, 5000 контрактов больше. И, понятное дело, что эти 5000 контрактов, это продавцы, которые зашли. И лимитные покупают. То есть, это новые позиции открылись. Но они еще не закрылись. Потому что еще срабатывание стоп-ордеров не произошло. То есть, цена с большей вероятностью еще будет двигаться наверх. То есть, мы берем. Что мы делаем? Это покупаем канадский доллар и продаем швейцарский франк. То есть, если брать кроссы, то это пара CAD CHF. То есть, мы покупаем пару CAD CHF. Кто торгует на Форексе, кто торгует фьючерсами. Это нам необходимо купить канадский доллар и продать швейцарский франк. Таким образом, мы максимально захеджируем свою позицию. И будем нести минимальные риски по той ситуации, которая образовалась на данный момент. И напоследок, как обычно, трейдерская мудрость. Биржевые записи для трейдера, они также важны, как и документация для бизнесмена. Потому, обязательно записывайте свои сделки, свое психоэмоциональное состояние. Тогда путь к Эльдораду будет для вас гораздо проще и короче. Подписывайтесь, чтобы не пропустить интересные ситуации и красивые точки входа. Пока!